На самом деле, такой бетон, он уже не обладает никакими характеристиками, никакой прочности, он просто треснет. Все, начинаем замешивать раствор и добавляем фибру. Сколько песка-то хуеет? Один к треому, сейчас три лопатки дай. Она за короткий промежуток времени превращается в пар и начинает выходить. Она выходит через споры бетона, тем самым получаясь такой эффект осколочной гранаты. За сколько взял гараж? Гараж был куплен примерно за 740 тысяч рублей. При этом гаражи остались у многих ништяки, на которых я навалился, в принципе, 1020. 20 тысяч? Да. Сейчас такие гаражи в этом кассе стоят около 200 тысяч. Ребята, лайв-видео о том, как подлечить гараж в самом начале, где топит. Потому что бывает такое, что расслаивается у нас раствор, вот как сейчас в данном случае. Ну и что с этим делать, какие присадки использовать, сегодня мы об этом поговорим. Вот, значит, такой участок. И он, к сожалению, затапливается и расслаивается. Что делаем? Ну, закупили, естественно, песок, цемент. Взяли немножко СПСа. Грунт. Ну, сейчас все пропылесосим также. И будем добавлять фибру в наш раствор. И будем залечивать вот этот вот участок. Леш, расскажи, пожалуйста, за сколько взял гараж? Гараж был куплен примерно за 140 тысяч рублей. При этом гаражи остались у многих ништяки, на которых я навалился, в принципе, 1020. 20 тысяч? Да. Сейчас такие гаражи в этом кассе стоят около 200 тысяч. То есть буквально за три дня ценник со 140 взлетел до 200. Пять-пять-пять-пять, блядь. Вот. Вот такой гараж. Это что такое? Такие вот полки остались у предыдущего владельца. Спирт? Да. Вот там спирт. Это который я принял? Спирт. Технический? Уже было много вынесено. Сдано на металл. Что-то там пропирается. И прочее, прочее. Что за такой влажный песок-то? Нормально. Так, все охуялись? Все, начинаем замешивать раствор. И добавляем фибру. Сколько песка-то охуялись? Один к трех. Вот сейчас три лопатки дай. Потом одну лопату семента. Ну и добавляй фибру. Из расчета вот на это все чисто интуитивно. В кавычках. Да, блядь. Хуй дать туда это надо, берема. Прошу, дохуя воды просто. Ну, не вкусняй себе. Думаешь, да? Не вкусняйся. Как ты думаешь? Я думаю, да. Это цемент, но это весь цемент. Правда, чтобы это, блядь, не перелилось. Так же, в сам раствор мы добавляем грунтовку при замесе. Обильный, не жалеем. Итак, ребята, что же такое фибра? Из чего ее изготавливают? Какие качества приобретает бетон с такой добавкой? И поговорим о пропорциях. Фибра это волокнистая добавка для бетона для улучшения его качества. Сегодня при заливке мы использовали самую распространенную полипропиленовую фибру. А так волокно, в зависимости от задачи, изготавливается из металла, базальта, углерода, целлюлозы и стекловолокна. Вообще, качественную полипропиленовую фибру изготавливают из первичного полипропилена. То есть, не из вторсырья, а каких-то там пакетов и прочее, и прочее. И так же, производитель добавляет такую фибру замасливатель. Для чего он нужен? Замасливатель нужен для того, когда вы будете замешивать раствор, что данная фибра равномерно распределится в таком замесе и не будет комковаться то здесь, то там. И у вас получится такое равномерное микроармирование. На какие две основные характеристики влияет данная добавка? Нас интересует пластичность и взрывное отталкивание бетона при пожаре. Ну, теперь давайте поговорим еще более подробно и детально, и все станет на свои места. Подвижность раствора при заливке. Нас интересует именно то состояние раствора, когда он еще формуется, перемешивается, готовится и заливается. Когда он еще сырой, еще не ставший. Вот тут очень важно. Смотрите, многие полагают, что пластичность это уже когда бетон у нас уже встал в такую монолитную плиту, да? И вот он уже у нас пластичен к нагрузкам. Вот стальная пластина, ставший бетон. И многие путают с алюминиевой, грубо говоря, пластиной, что вот он пластичный. Предположим, тут у нас какие-нибудь грунтовые вводы там, и вот он пластичный. На самом деле, такой бетон, он уже не обладает никакими характеристиками, никакой прочности, он просто треснет. Нас интересует пластичность, когда мы только с ним работаем. И что же тут такого интересного? Что нам дает пластичность? Ну, пластичность это способность принимать нужную форму. То есть, удобнее такой состав в итоге выравнивать в плоскость. То есть, вам меньше придется работать с правилом, чтобы у нас получилась ровная поверхность. А также способность растекаться по собственным весам. Это очень важно, потому что получается большая однородность такого состава, без всяких там вкраплений, раковин, каких-то пустот. В итоге мы получаем прочный бетон с минимальными усадками, когда он будет высыхать и набирать прочность. А соответственно, нам необходимо, когда мы добавляем фибру, все тщательно перемешивать в течение 10-15 минут. И желательно делать это в бетонномешалке. Ну, в нашей импровизированной заливке обратил внимание, что действительно формуется такой раствор достаточно просто. Практически сразу мы все выровняли в однородную плоскость. Ну, проходили, естественно, правилом дополнительно все еще раз хорошенечко промешивая. И на второй день, когда мы пришли, никаких просадок обнаружено не было. Образовался только такой небольшой пузырь. У нас, как обычно, не хватило цемента. Мы все это щедро разбавили водой. Вот в одном месте была пенка, в другом месте был более такой плотный, однородный состав. И тем не менее, вот там, где была пенка, образовался пузырь, который был проткнут из праздного любопытства. И когда он у нас проткнулся, на его месте образовалась вот такая впадинка, буквально там 3-4 миллиметра, которая очень просто заделалась. И у нас получился вот такой вот на въезде достаточно аккуратный, ровный участок. Вот, ребята, мы закончили работу. Уже другая идет работа. Вот что получилось. Вот покрытие с фиброй. Все уже высохло. Прошло порядка полтора месяца. Раствор уже встал. Вот так вот получилось. Он даже светлее, чем старое покрытие. Вот такой вот результат. Конечно, можно взять огромную гувалду и сравнить 200-ку или 150-ку советскую с нашим новым покрытием. Ну, в принципе, думаю, и так все понятно и все нормально. Ребята, вполне себе очевидно, что хорошо все промешав-замешав, вылив такой раствор, еще дополнительно по нему пройдясь правилам, еще дополнительно все расформовав, мы по итогу получили прочный бетон. А отсюда уже можно смело идти по списку, по той инструкции характеристик, которые нам дает данная добавка. Первое. Однородное дисперсное армирование бетона. Вы себе все уже прекрасно, визуально представляете. Едем дальше. Увеличивает трещина, стойкость, пластичность и прочность бетона. Мы уже разговаривали о пластичности, потом мы говорили о прочности, усадостойкости, поэтому все достаточно, опять же, очевидно. Увеличивает скорость затвердевания бетона. Здесь я немного не соглашусь, потому что, вот предположим, если вы работаете жидким стеклом и добавляете колпачок жидкого стекла в бетонную мешалку, тут этот эффект, он просто очевиден. Так, далее. Уменьшается истирание поверхности при эксплуатации. Дальше. Устраняет необходимость применения стальной арматуры и сетки, и, как следствие, трудозатраты по сравнению с традиционными методами армирования. Тут я все-таки хотел бы немножечко поспорить, что если, допустим, вы проливаете хороший фундамент к дому, что арматурой не стоит пренебрегать. Если вы заливаете, предположим, какой-нибудь ангар, гараж, тогда, я думаю, что если соблюсти все необходимые пропорции, это вполне оправдано. Очередной логический пункт. Увеличивает морозостойкость, водонепроницаемость, сопротивление знака переменным температурам, уменьшая взрывное отталкивание бетона при пожаре. Что такое взрывное отталкивание бетона при пожаре? Вот эта вот данная характеристика, она хорошо показывает устойчивость бетона к различным термоперепадам. Предположим, ну, объясню саму физику. Смотрите, происходит какой-нибудь пожар в туннеле. Резко возрастает температура. Что происходит? В нашей бетонной конструкции, естественно, находится влага. Она за короткий промежуток времени превращается в пар и начинает выходить. Она выходит через поры бетона, тем самым получается такой эффект осколочной гранаты. То есть начинает отклетать какие-то различные куски, субстанции. Такая бетонная конструкция начинает крошиться. Что в итоге мы теряем целостность и прочность данной конструкции. Фибра бетон устойчив к таким температурным воздействиям. Потому что волокно внутри, оно попросту выгорает. И вот этой влаге под давлением, ей проще выходить. Что касается низких температур. Такой бетон, обладая хорошим запасом прочности, более устойчив к трещинообразованию, к растрескиванию. Сами понимаете, что в наших климатических условиях такой показатель достаточно существенный. Я прекрасно понимаю, что такие экстремальные термонагрузки это не какая-то ежедневная бытовая ситуация. Но тем не менее, такой фибра бетон реально устойчив к банальному обрушению. Теперь давайте поговорим о пропорциях. На упаковке производитель указал дозировку при работе с наливными полами, фундаментом, штукатуркой и кладкой. Для того, чтобы вам гораздо проще было во всем этом ориентироваться, помните, что в одном кубическом метре находится 1000 литров. При работе с фиброй гораздо удобнее все расчеты производить в литрах. Вот предположим дозировка на наливные полы. Добавлять 6 пакетов на 1 кубический метр, пол пакета на 80 литров, бетонная мешалка 130 литров, хотя средняя бетонная мешалка в среднем 100 литров. Чтобы вам банально не запутаться, переводите все в литры и так рассчитывайте нужную вам концентрацию. Друзья, на этом огромное спасибо вам за внимание, огромное спасибо вам за просмотр. Надеюсь, что данное видео о фибре вам реально пригодится при ее практическом применении. Строительных вам успехов! Подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok